Алима, вам слово. Спасибо. Я бы попросила тех, кто слушает фоном, включиться и посмотреть в экраны, потому что в некоторых моментах я буду транслировать в режиме реального времени, показывать какие-то интересные штуки. Я думаю, это будет вам полезно. Так что начну демонстрацию экрана. Мы видим экран. Хорошо, сейчас я пытаюсь убрать вот эту штуку. Прошу прощения, секунду. Все, я думаю, тут будет нормально. Да, сегодня мы говорим про введение телеграм-каналов. Поскольку тема заявлена как экспертные телеграм-каналы, мы не говорим про паблики с музыкой, про паблики со сливами, про различные развлекательные вещи. Мы говорим о тех телеграм-каналах, которых ведут эксперты в каких-то областях. Это активисты, это юристы, экологи, любая другая гуманитарная специализация, которая требует текстового контента. Для этого телеграм отлично подходит. Об этом мы говорим сегодня. Меня зовут Алима Продашева. Я по профессии журналист, но сейчас не пишу в издании. Я работаю в Яндекс.Кью, занимаюсь курированием сообщества фактчекеров. Живу в Москве. И где-то примерно два года назад я завела телеграм-канал. Сейчас там около двух тысяч живых читателей, то есть без накрутки, без рекламы, набралось столько людей. В основном в телеграм-канале я пишу про подкасты, про журналистику в Казахстане, про медиа, коммуникации. Я публикую вакансии для журналистов, различные возможности, которые будут полезны для медиа-специалистов, для всех, кто работает в медиа. Вот. Как вообще родилась идея? Это очень важно послушать, потому что многим людям кажется, что я заведу телеграм-канал и буду рефлексировать по всякому поводу, писать. И будет у меня, как у Алишеря Елибаева, очень много читателей. Но это не так, потому что очень четко нужно представлять, чего вы на самом деле хотите. Телеграм-канал — это, ну, сам телеграм как мессенджер, он всего лишь — это канал коммуникации. То есть если вы считаете, что вам есть что сказать, вам есть что делать на этой платформе, у вас все получится. Если вы приходите в телеграм для того, чтобы, ну, все же заводят, то это не сработает. В моем случае я, когда работала журналистом, вообще начинала карьеру журналиста, для меня была катастрофа, и что нет каких-то ресурсов, где можно было бы найти все то, что я публикую у себя. Да, новости, то есть кто стал главным редактором, какое новое медиа появилось, какие возможности, тренинги, вебинары есть для меня, журналиста. Все-все эти вещи я всегда раскапывала из разных источников, то есть шла, допустим, на сайт медиашколы Кабарейжа, шла на сайт интерньюса, ну, то есть очень много смотрела везде. И на меня дошло, что, блин, на самом деле я же могу, если это никто не делает, я могу сделать это сама. Это была одна из причин, почему из моего личного блога он трансформировался в такой workstyle-блог. Что такое workstyle? Это когда не lifestyle, когда вы постите, как вы пьете кофе, как классно вы сходили на концерт. Workstyle — это когда вы делитесь за кулисьем своей работы, рассказываете о том, что вы сделали. Например, вы сидите сейчас на вебинаре, а я у себя на канале написала, что у меня будет такой-то метап, приходите. То есть это полностью обширное охватывание всей моей профессиональной деятельности. Ну, вот помимо того, что я озвучила вакансии и прочее, помимо того, что выходит такой, в кавычках, редакционного контента, я еще публикую и рассказываю о своей работе. И это и есть экспертный блог, это и есть workstyle-блог. Когда вы не рассказываете о чем-то личном, не рефлексируете, не хвастаетесь, как в Инстаграме, а когда показываете себя как профессионала в какой-то деятельности. Вот. Ну и одна из главных причин, почему я заводила Телеграм-канал, потому что я сам по себе человек, такой трудоголик, я очень много работала. Соответственно, у меня было очень много статей, которых я писала. Примерно четыре года моей жизни в карьере я очень много писала авторских статей, очень много делала интервью, и мне нужно было как-то их кому-то показывать. Вот мне хотелось, чтобы их мои коллеги по цеху оценили, прочитали и вообще знали, что вот у меня есть какое-то портфолио, где я публикую все, чем я занимаюсь. То есть иногда я даже с друзьями шутила, что мой Телеграм-канал – это такая совокупность филиалов всех проектов, которыми я занимаюсь. И это правда. То есть все, чем я занимаюсь по работе, все это публикуется в Телеграм-канал. Вот это две основные задачи и две основные причины, по которым я завела Телеграм-канал. Как на слайде можете прочитать, на удивление у меня не было каких-то завышенных ожиданий, что будет какое-то энное количество подписчиков, что меня будут такие классные люди читать, как Айсана Ашинка, как Джихару Тебеков, как, не знаю, международные российские факт-чекеры. Очень много классных людей. И это было хорошим знаком того, что я проделала хорошую работу. И у вас тоже получится. И как это сделать, я расскажу на следующих слайдах. Вот. Если говорить про то, чем Телеграм отличается от других социальных сетей и от других мессенджеров, первое, это самое главное, что в Телеграме нет алгоритмов продвижения. Что это значит? Это значит, что вы платите всегда деньги Фейсбуку, Инстаграму, для того, чтобы делать платные сторис, платные посты, запускать таргет и как-либо продвигать свои посты, свой контент. И это стоит денег. И не всегда понятно, как вообще социальные сети устроены, потому что они всегда трансформируются, всегда меняются в режиме реального времени, всегда выходят какие-то новые требования, по которым ваш контент рекомендуется для читателей, попадает в интересное, если это Инстаграм. Ничего такого в Телеграме нет. И это очень классно, потому что весь охват, который вы получаете, все можно получить честным, так скажем, способом. Ну и, конечно, платная реклама в Телеграме тоже есть, но об этом поговорим потом. То есть нет алгоритмов ранжирования контента, нет способов продвижения таких затратных, как в других социальных сетях. Я знаю, вот Марина Шерипова, моя другая, она как-то рассказывала, что охваты очень падают, если это Инстаграм, да, и не всегда понятно, как попасть в цель. Вот. С этим проблем в Телеграме нет. Все, что вы пишете, все, что вы публикуете, все выходит хронологически. Да. Иногда бывает, что на Фейсбуке вы можете встречать посты годичной давности просто потому, что кто-то прокомментировал этот пост, хотя он не актуальный и так далее. Но такого хаоса в Телеграме нет. Он очень понятный и приятный, если говорить про интерфейс. Вот. Второе, это скорее можно отнести к минусу Телеграма, но и к плюсу тоже можно отнести. Сейчас объясню, почему. Контент не индексируется поисковиками. Что это значит? Это значит, что если я, допустим, если у меня есть какой-то сайт, какой-то блог на Medium, в Яндекс.Дзене или где-нибудь какой-нибудь блог, и я напишу, типа, заголовок там будет и статья, как продвигать Телеграм-каналы, то поисковик проиндексирует этот контент. В Телеграме не всегда так. Ну, это просто данность, которую нужно учитывать. То есть Телеграм немножко закрытая площадка в том плане, что все продвижение, наиболее эффективное продвижение происходит именно внутри Телеграма. Да, вы можете брать трафик, приносить трафик из других социальных сетей, какие-то внешние вещи, но все-таки вся вот эта жизнь, движуха все-таки происходит внутри Телеграма. Это не так, что, не знаю, у вас какой-то пост в Яндекс.Дзене выстрелил и получил 100 тысяч просмотров просто потому, что люди начали по ключевым словам это гуглить, но такого в Телеграме, увы, нет. Но может, и это хорошо, хорошо для тех людей, для которых важна анонимность, например, для активистов, для которых важна безопасность их контента. И, ну, с другой стороны, есть минусы, то что очень много анонимных Телеграм-каналов есть, которые публикуют зачастую пропаганду или манипуляцию. Это плохо, так не нужно делать, вот. И третье, самое лучшее, что есть в Телеграме, это, конечно, текстовой редактор, потому что в том же Инстаграме вы не можете в пост вшить ссылку, которую вы хотите, да. Вам приходится либо идти в сторис, и то, если у вас больше какие-то хорошие охваты, больше 10 тысяч, если не ошибаюсь, подписчиков, только тогда вы можете прикопить ссылку в сторис, вы можете в описании профиля вшить, но в самом посте нет, в Фейсбуке та же беда. Если даже ты можешь в пост поставить ссылку, но это будет просто такая строка, не оформленная под слово, да. В этом плане очень классно, то, что не имея большое количество подписчиков, у вас уже есть инструменты оформления постов, да. Вы можете поставить курсивом, вы можете классно как-то оформить, добавить фотографии, добавить реакции к вашим постам. Я не знаю, очень большие возможности у текстового редактора. Я не знаю, никакая другая социальная сеть пока что не дает такой хорошей почвы для создания текстового контента, как Телеграм. Потому что в любом случае Инстаграм — это про визуал, Фейсбук — это про срачи, извините. Вот, а Телеграм — это такая спокойная, классная аудитория и очень хорошая платформа для создания блога, экспертного блога. Ну и мне кажется, интуитивно понятно, что Телеграм — это про прогрессивную аудиторию, да. Потому что если это человек, там, условно говоря, 50+, вряд ли он знает про Телеграм, или даже если знает, вряд ли он пользуется, вряд ли он читает Телеграм-каналы. То есть аудитория совокупная самого мессенджера, она состоит из жителей городов, у которых, скорее всего, хороший интернет, и который немножечко ближе к сфере диджитал, да. И поэтому, если вы контентщик, Телеграм — это вообще для вас. Идем дальше. Перед тем, если у вас нет Телеграм-канала, самое первое, что нужно сделать, неважно, для чего вы его создаете, для организации, если это СМИ, понятно, для чего, да. Для того, чтобы список каналов дистрибуции расширилось. Но если вы создаете канал для себя, либо для каких-то целей от себя, первое, что нужно сделать, это, конечно, понять вообще, чего вы хотите получить от введения Телеграм-канала. Прямо можно сесть и расписать. Вот, я хочу там Телеграм-канал, потому что... Меня слышно, видно? Все ок? Да, слышно. Ага, хорошо. Да, прям можно перед тем, как создать Телеграм-канал, можно прям сесть, вытащить блокнотик и написать. Я хочу Телеграм-канал, потому что я хочу, чтобы обо мне знали как о классном эксперте. Я хочу Телеграм-канал, потому что я хочу делиться знаниями, потому что у меня есть эти знания. Я хочу Телеграм-канал, потому что я хочу славу, и это тоже нормально, да, хочу какую-то узнаваемость в профессиональной среде, или я хочу получить повышение по работе и как-то развить себя как эксперта, да, вот например, из моей сферы, если говорить, есть Ильяхов, у которого есть тоже телеграм-канал и большая экосистема своих продуктов, да, начиная от книг, заканчивая сервисом и главред, вот, и, конечно же, вы тоже можете это сделать, главное понять, для чего вы все это затеваете, почему важно это сделать в самом начале, поскольку ведение телеграм-канала – это такой очень системный процесс, да, это значит, что вам нужно придумать контент-план, вам нужно регулярно писать, это не так, что вы закинули там один пост в месяц и все, там будет все круто, нет, возвращаясь к тому, что лента, телеграмма хронологически устроена, да, всегда нужно обновлять контент, всегда нужно писать, и чтобы не выгорать и не забросить свой телеграм-канал, у меня очень много друзей, знакомых, которые когда-то завели телеграм-канал, вот так вот классно начали расти, 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 и в какой-то момент просто перестали вести, просто перестали это делать, очень много заброшенных телеграм-каналов, тот же Джохар Утибеков, у него есть телеграм-канал на 11 тысяч читателей, казалось бы, огромная аудитория, да, но человек перестал этим заниматься, я не знаю причин, но для того, чтобы предотвратить такой момент, да, и может вообще вам не нужен телеграм-канал, может вам нужен сайт, может вам нужен, я не знаю, может вам нужна другая платформа, другой канал коммуникации, и телеграм вам не подходит, и пока вы все это не распишите, вы не поймете, как дальше вам двигаться, да, в самом начале я рассказала, до чего я заводила сама, вот, и честно говоря, очень помогает вот этот списочек сверяться с тем, правильным ли направлением вы идете, да, потому что изначально-то он заводился просто как для того, чтобы делиться статьями, некое такое портфолио, да, для меня в самом-самом-самом начале, вот, это потом я додумала, что вот, никто не делает канал про меди, я буду это делать, вот, да, этот список как-то помогает, не знаю, с течением времени проанализировать, достигли вы того, чего хотели, потому что в моем случае я получила намного-намного-намного-намного больше, чем я ожидала, потому что вот ожидания у меня были вот такие, а вот то, что я получила, это было вот такое, не знаю, дошло до того, что я как-то ходила впервые в гей-клуб, туда я стою, просто пью виски, и ко мне подходит одна девушка и говорит, о, вы же пардашлян, у вас там каналы, вы же это, подкаст ведете, да, я вас слушаю, слушаю ваш подкаст, и я охренела, если честно, потому что иногда люди узнают в каких-то местах, да, в тех же заведениях, очень маленькое количество, но все-таки некоторые находятся, которые говорят, типа, о, вот, но для меня это было некоторым шоком, что я впервые в гей-клубе, и тут уже как бы человек подходит и говорит, что читает и слушает мой подкаст, это очень клево, да, и вторая история, которую я могу вспомнить, это когда полтора года назад я искала работу, но не хотела делать это через телеграм-канал, я пошла в хейт-хантер, как и все люди, вот, когда я пошла в хейт-хантер, меня как бы предварительно пригласили на собеседование по Zoom, и этот человек, это был стартап, им нужен был специалист по коммуникациям, и вот этот стартапер говорит, о, вы же, вот это, я же вас читаю, господи, давайте, какое нахрен собеседование, давайте все работать, давайте оформляться, и это было классно, то есть такие вещи тоже нужно учесть, все-все-все моменты, которые вы хотите получить, да, потому что телеграм-это не только про деньги, да, когда у вас будет достаточно много, хорошая репутация, во-первых, и потом достаточно много количества читателей, которых вы можете монетизировать и монетизировать себя как спикера, как эксперта, ну и вот такие вот приятные вещи могут случиться с вами, вот, и круто, если вы сможете расписать все, что вы хотите от своего такого некого проекта, вот. Если говорить про то, из чего состоит телеграм-канал, из чего вообще начать, как он должен выглядеть, то первое, это, конечно же, название, да, мой канал называется «Пардашьян», это пришло очень спонтанно, да, я сидела в 4 часа ночи, я тогда была редактором «The Hasper», это музыкальный и культурный-проект, и я писала новость про Ким Кардашьян, да, и я начала листать, я подбирала фотографии, я такая, ага, просто до этого, когда я просто завела канал, он назывался Алима Пардашева, да, и я вот вынашивала название, я думала, как бы, что такое прикольное придумать, и я такая, блин, я же Пардашева и Кардашьян, у меня нет там вот таких форм, как у них, да, у нее, но у меня есть мозги, знания, которыми я могу делиться, и, короче, назову себя Пардашьян, вот так мы как-то с парнем обменялись, как это вообще звучит, как это может быть прикольно, и пришли к выводу, что это прикольное название, вот, классно, если ваше название на кириллице, это важно, потому что не все понимают английский язык, мы находимся в Центральной Азии, вот, поэтому не усложнять, это самое главное название, чем проще ваше название, чем проще его запомнить, чем проще его прочитать, тем спешнее будет само название, да, то есть оптимально, если название состоит из одного-двух слов, вот, круто, если вы придумаете не просто там, я не знаю, имя, фамилия, да, круто, если вы придумаете что-то ассоциативное, что-то, я не знаю, что-то, что знает ваши, простите, что-то, что знает ваша аудитория и которая ваша аудитория поймет вот эту отсылку, да, к тому, к чему вы ведете, да, кстати, я вспомнила, что я еще хотела очень быть знаменитой, поэтому Пардашьян вот тоже из свои оперы, вот, большие, есть каналы, у которых прям гигантские названия, я не знаю, чуть ли не предложения, да, это плохо, потому что, ну вот представьте себе весь путь вашего телеграм-канала, вам придется сделать visual, вам придется делать картинки, вот это все вписывать, думать, как бы это вместить, да, вам нужна обложка еще придумать, как это гигантское название вместить, вот это все, это очень муторно, поэтому чем короче, чем насколько ярко, тем круто, и не бойтесь придумать какое-то прикольное, юмористическое, может быть, даже глупое название, да, не нужно как-то умничать и подбирать какие-то термины или очень малоизвестные слова, потому что любой канал коммуникации, это всегда про массовость, да, хотите массовости, нужно чем проще, тем лучше, вот. Дальше, что мы придумываем, это описание канала, вот во втором слайде вы увидели скрин моего канала, и там было написано, что это workstyle-блог редактора Алимы Пардашевой, про то-то, то-то, информация про то, чем я занимаюсь, кто я, и что написано в канале, да, что могут получить люди, читая ваш канал. Ну и в описании указываются контактные данные владельца канала, и если у вас есть, я не знаю, медиакит, да, где расписаны ваши рекламные условия, это тоже указывается там. В общем, описание должно быть очень таким суперпродающим. Кого-то слышу? Кто-то, кто-то что-то хочешь сказать? Я заметила, просто, мне кажется, микрофон включился. Ага, я прошу участников выключить микрофон, да, потому что очень сложно сконцентрироваться. Вот. Описание. Описание должно всегда вот продавать, вот не бойтесь, не отбросьте весь свой синдром самозванца, и напишите, какой вы охрененный человек, какой охрененный у вас блог. Мне еще очень нравится мемчик, там пишут, что ты должен, ну, классно, если ты работаешь в таком месте, озвучивая которое, людям кажется, что ты въебываешься. Вот, да, то есть если вы работаете в каких-то классных местах, это обязательно нужно указать, да, если вы пишете для каких-то крутых изданий, работаете на международные корпорации, это все круто, это всегда продает, да, если у вас будет выбор между двумя каналами, где один редактор просто фрилансит и второй редактор, который работает в Яндексе, вы, конечно же, подпишетесь на того, кто работает в Яндексе. Это просто человеческая психология так работает. В общем, в описании нужно продавать, в описании нужно объяснять, о чем ваш канал, очень коротко, максимально коротко, и в описании нужно оставить контакты для того, чтобы даже если у вас 200 подписчиков, все равно контакты нужно оставить, потому что мне, например, приходит очень-очень много всяких разных предложений, да, кто-то хочет рекламу, кто-то хочет, чтобы я что-то, какое-то мероприятие провела, я не знаю, кто-то хочет, чтобы я кому-то текст отредактировала, презентацию сделала, то есть оставляя контакт, вы даете понять, что вы открыты к сотрудничеству, к диалогу, критике, к отзывам и к прочему, прочему. Вот. Обложка. В обложке, если это телеграм-канал организации, я не знаю, компании, СМИ, какого-то проекта, соответственно, вы заказываете вашему графическому дизайнеру обложку в вашем стиле, в стиле вашего бренда, да, мне кажется, это понятно, а если это ваш личный блог, да, очень круто поставить портретную фотографию, где хорошо видно вашего лица, желательно, чтобы фотография была не позже годичной давности, да, чтобы она была свежая и подходила тому возрасту, в котором вы сейчас находитесь, вот. Что еще в фотографии? Желательно, чтобы, нежелательно, обязательно, чтобы на фотографии вы не были в солнцезащитных очках, да, чем лучше видно ваша черт лица, тем лучше, поскольку так у вас запоминает, ваше лицо запоминает ваши читатели, соответственно, вот. Ну и хорошее качество, это уже как бы по умолчанию. Да, простите, можно я вам прям очу горло? Я вижу в чате 12 сообщений, если у меня нет возможности их прочитать, если Жасгуль озвучит вопросы. Пока вопросов нету, если возникнут вопросы, я перебью тогда вас, скажу, что в чате есть вопросы. Ага, хорошо. Да, следующее пост приветствия, это самый-самый первый пост в вашем телеграм-канале, где вы говорите, кто вы, что вы, что в этом канале будет, какой контент, какие рубрики будут, да, и что вы предлагаете вашим читателям. Это очень удобно, потому что, когда есть пост приветствия, и когда к вам приходит новый читатель, допустим, ему очень легко как-то, это такое некое резюме вашего телеграм-канала, ему очень легко сразу вникнуть, о чем этот канал, что ему ждать, подписываться или нет. Вот про это и есть пост приветствия вы пишете. Чем четче вы пропишете какого контента, прям форматы можно написать, да, здесь будет больше, там, голосовых эфиров, если у вас они будут, то напишите это. Если у вас будет больше каких-то рассказов, да, если вы пишете, например, про путешествия, напишите про это, что я буду писать заметки, там, когда я съездила в Минск или еще что-то, 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 что-то поможет человеку понять. И следующее, что нужно сделать, это придумать рубрики и хэштеги с соответствующей рубрикой. Это очень классно проделать в самом начале, продумать, но можно и в ходе того, как вы уже начали вести телеграм-канал. Да, это не так, что нет рубрики, все, я не запускаю телеграм-канал. Нет, это все, все, что я вам, вот все, что на втором ряду, это вещи, которые можно через несколько месяцев, например, продумать по ходу того, какой фидбэк вы получили от первых читателей ваших. В моем случае рубрики — это возможности для журналистов, где я публикую всякие гранты, стипендии, обучающие программы, лидерские программы, вот это все. Что еще? Работа в медиа. У меня есть такая рубрика, где я публикую вакансии, которые мне, простите, которые мне приятны, которые мне нравятся. Какие еще рубрики есть? Коллеги Пардашьян, соответственно, я делюсь новыми выпусками из своего подкаста и так далее. То есть рубрика очень помогает вам не придумывать, не рожать контент из воздуха. Вот вы придумали несколько рубрик, вам будет легче под него, под него как-то, под него генерить контент. Ну и у меня, например, в рубрике «Хит» очень ожидаем для меня вечерний твиттер, где я пишу то, что я думаю. Это обычно какие-то высказывания на тему психологии, на тему отношений людей, взаимодействия людей с друг другом. Это какие-то заметки о моей жизни в Москве или что-то еще. Какие-то такие вещи, которые помогают людям понять, что я живой человек, что я не вот человечек с экрана, который что-то говорит, а что у меня есть живые чувства. Вот эта рубрика заводилась для этого. Вы тоже можете себе завести рубрики, которые вам подходят. Вот. Следующее – это контент-план и стратегия. Исходя из того, что вы уже придумали рубрики, вам будет очень легко создавать контент-план, писать его, да? Что из себя представляет контент-план для телеграм-канала? Если здесь есть люди, которые из журналистики, из вообще людей, которые пишут посты, статьи, им вообще проще, конечно же. Если нет, то контент-план включает дату, ну, периодичность, точнее, периодичность постов. Сколько постов в неделю вы готовы писать, да? Например, я не пишу постов по выходным, потому что по выходным я хочу отдыхать, да? Это я себе прописываю, что я пишу посты только по будням, да? Сколько постов вы готовы писать? Это будет один пост в день или это будет три поста в день? То есть это вы сами в контент-плане обозначаете график ваших публикаций. Очень круто, если вы можете даже время придумать, да? Когда я только-только начинала вести, у меня был план типа один пост в один день. И это все авторские посты, то есть не репосты, не перепосты, не что-то еще, а именно вот вдумчивые посты, где я делюсь какими-то рекомендациями и советами по работе в медиа, вот. И это все темы для постов, да. Если у вас еще нет телеграм-канала, будет полезно хотя бы на один месяц сделать себе контент-план. Хотя бы такой драфтовый черновик, зато не будет ситуации, в которой вы думаете, блин, а что сегодня написать? Я не знаю, да. Если у вас уже вы посидели, подумали, да, может, какие-то идеи есть, все это прописали, и вам легче все вот эти идеи для постов держать в одном месте. Ну, я даже как-то завела закрытый телеграм-канал, где я использую его для себя. Я туда пишу идеи для постов, типа вот у меня что-то произошло. Я думаю, ага, будет классно написать там про нюансы удаленной работы, да. И я это вписываю и, соответственно, заношу в контент-план. Вот. Есть посложнее вещь, это стратегия вашего телеграм-канала, где вы полностью прописываете, как вы будете продвигать свой контент. Как вы вообще будете развиваться, об этом мы поговорим в следующих слайдах. Вот. Очень важная вещь, которая отличает телеграм от других соцсетей, то, что, например, когда вы в инстаграме и в фейсбуке репостите чужие посты, ну, как бы охват идет вам все-таки, да. То есть вы получаете лайки, вы получаете комментарии, вы получаете все-все-все. В телеграме не совсем так, да. Все-таки тот, кто первым запостил, кто автор контента, тот и получает наибольшее количество охвата. Это значит, что нужно делать вообще минимум репостов, потому что от репостов вам хоть и идут просмотры, но все-таки эти просмотры засчитываются не только вам, но и создателю, автору этого поста, да. Если вы хотите, чтобы шерили именно ваш контент, чтобы больше охватов все-таки было у вас, то нужно постараться не делать репосты или минимизировать их как-то. В моем случае это соотношение, там, наверное, 70 на 30, да. 70% авторского контента, 30% репостов. Да и в целом, поскольку мы говорим про авторские телеграм-каналы, про экспертные телеграм-каналы, зачем вам спамить репостами, это бессмысленно, да. Он, например, на своем ощущении, когда я захожу в какой-нибудь телеграм-канал и вижу, что автор очень много репостит и очень мало авторских каких-то постов, я думаю, блин, ну, то есть это неинтересно. Все-таки интереснее почитать ваши посты, увидеть ваш контент, особенно в самом начале первые полгода я бы вообще исключила репосты и делала только авторский контент, чтобы весь охват притягивал ваш телеграм-канал. Вот. Ну и главное, как продвигать. Вот вы знаете, что нужно сделать перед созданием, вы знаете, какую домашнюю работу нужно проделать перед тем, как создать телеграм-канал и переходим к продвижению. Если у вас уже есть подписчики в других социальных сетях, да, например, если вы уже раскрутили блог в инстаграме, если вы раскрутились где-то еще, то, конечно же, вы можете делать сторизы про свой телеграм-канал, рассказывать, анонсировать его как-то или вообще забрегать, типа, вот, я сегодня написал какой-то пост, переходите по ссылке поскорее, там, Мурашев, например, так делает, да, и разные еще блогеры, да, то есть если у вас есть другие раскрученные социальные сети, продвигайте, начните продвижение оттуда, вот, функциональная возможность есть пригласить в телеграм около 200 первых читателей, это можно сделать, прям из списка своих контактов можно пригласить человека вступить в ваше сообщество, и он вступает туда автоматически. Здесь есть нюанс, то, что на моем примере, чисто как я чувствую, когда меня подписывают в какой-то канал, я думаю, да какого черта, я не хочу вообще читать твой канал, что за вообще, как будто вас заставили, там, не спросили, то есть если вы спросите предварительного человека, можно ли я тебя подпишу или просто в личку написать, подпишись, вот, у меня есть такой-то канал, это гораздо лучше работает, чем вы насильно человека подпишите, чисто потому, что есть такая функциональная возможность, вот. Для меня самое главное, что сработало, это взаимные пиары, немножко предыстории, что я не покупаю платную рекламу практически никогда, это не то, что какая-то моя принципиальная позиция, просто я жмот, и я не хочу тратить деньги на это, вот. Но если вам не жалко, конечно же, можно покупать рекламу в других телеграм-каналах, вот. Но я пожмотилась, поэтому практически я все продвигала через взаимные пиары. Что это такое? Взаимный пиар – это когда вы обмениваетесь постами о друг друге, да, например, с Айсаной Ашим. У нас примерно, ну окей, у нее было больше подписчиков, у меня меньше, но я с ней договорилась, и мы обменялись постами друг к другу, да, то есть я у себя писала, что вот есть канал «Жар души», и там пишет Айсана, которая гендиректор «Виллэджа», она у себя написала, что вот есть «Лима», она пишет про медиа, журналистику, то есть вы обмениваетесь рассказами о канале, либо можно обмениваться даже репостами, да. У меня был такой опыт с Марией Шериповой, которая ведет телеграм-канал «Пиши, Мари Шери», вот, то есть мы просто говорили, типа вот я сегодня, репостнул из твоего канала вот этот, а ты, пожалуйста, репостни это, я думаю, для твоего канала подойдет, да, то есть вы можете изначально список промо составить из своих знакомых. Вообще не бойтесь спросить, вот как-то не очевидно, мне кажется, что многие авторы телеграм-каналов не используют возможности своих знакомых, да. Я думаю, что даже в вашем окружении найдется как минимум, ну не знаю, два-три человека, которые либо администратор телеграм-канала, либо ведет свой авторский телеграм-канал, и вы всегда можете обращаться к этим людям за взаимным пиаром. Я так и делала, да, то есть поскольку я из сферы медиа, у меня очень много друзей, у которых есть свои телеграм-каналы. Я просто приходила к ним в личку и говорила, слушай там, я не знаю, Алина, давай сделаем взаимный пиар, от меня к тебе придет, подписчики, я от тебя получу, и такой вин-вин вариант. Вот. В следующих слайдах я покажу пример, как вообще договариваться про взаимный пиар и как все это находить. Вот. Следующий способ продвижения – это запуск конкурсов. В моем случае это был розыгрыш чек-листов с возможностями для журналистов. Один из условий получения этого чек-листа было подписаться на мой телеграм-канал. Я делала эту активность совместно с другим телеграм-каналом, GrandSkyZ, возможно, кто-то знает, это телеграм-канал бывших моих друзей, да, я их просто попросила поддержать меня и совместно сделать такую активность, да. То есть один из условий получения было подписаться, это тоже вариант. То есть вы можете разыгрывать коллабицы с другими каналами, которые, возможно, имеют побольше охвата, побольше читателей, чем у вас. Это не страшно. Вообще никогда не думайте, что, блин, там у человека 9 тысяч подписчиков, он там не поможет или не захочет со мной коллабиться. Если вы делаете классный контент, если вы классный специалист, то всегда можно договориться обо всем, что угодно. Хватил только фантазии придумывать эти активности. Да, вы можете разыгрывать, я не знаю, книги, все, что угодно можно придумать и главным условием поставить, сказать, что нужно подписаться. Ну и самое главное — это создавать хороший, качественный, полезный контент, который будет шериться. Да, в моем случае я достаточно много таких бесплатных читателей получила из-за того, что я публиковала посты подборки с грантами и стипендиями для журналистов. И эти гранты и стипендии у себя репостили другие большие телеграм-каналы с возможностями. Они просто видели, что я делаю хороший контент. Это не какой-то неряшливый пост, где ссылки не работают или есть орфографические ошибки. То есть они видят, что хороший контент, и там, где у них слот в контенте, они могут это репостнуть сами по себе или по договору, как получится. И это классно, то, что вам приходят читатели и приходит охват. Очень круто. В Телеграме залетают вообще полезные подборки, полезные советы, какие-то лайфхаки. Да, я не знаю, вообще любые вещи, которые могут быть полезными для человека. В Телеграме не работают рассказы с рефлексией о своей жизни. Это очень моя большая боль, потому что до того, как завести Телеграм-канал, я вела два литературных блога в Ювижн и в Тамблере обе закрыла. Но в целом я очень даже такой человек, который любит писать всякие рассказы о себе, о своей жизни, о всяких вещах, рефлексировать очень много о том, что происходит вокруг меня. Не такое высказывание, да, там, не знаю, произошли взрывы во России, вы пишите, что вы думаете. А я про ту рефлексию, когда вы думаете, вот, у меня там было тяжелое детство, и я не знаю, тары-пыры. Это круто, но это не работает в Телеграме, да. Люди сюда приходят все-таки за какой-то экспертизой, за пользой, либо польза может быть в том, что вы расскажете какую-то очень крутую историю, от которой человек скажет, вау, он вдохновится или, я не знаю, узнает что-то новое, если вы пишете про путешествия, например, да, или про то, как быть эмигрантом в России. Это, даже если это личный контент, все-таки это полезный контент, через который вы даете знать что-то людям. Вот, но когда вы пишете что-то о себе, не знаю, о том, как вы развелись и как сложно было пережить развод или какие-то такие вещи, они очень плохо работают в Телеграме. Я потеряла где-то 60-70 читателей чисто потому, что я видела, что эти люди после каждого моего вот такой рефлексии, они уходили просто пачками, это было больно, поэтому я предупреждаю вас, что вы имели в виду. Вот, сарафанное радио, причем это включает в себя весь оффлайн в целом, да. Например, я просто, не знаю, могу при знакомстве с человеком сказать, типа, вот смотри, я веду Телеграм-канал Пардашьян, и человек такой, типа, о, да, серьезно, о чем ты пишешь туда-сюда, и просто человек вводит в поисковике, подписывается, это тоже полезно, то есть тоже не очевидно, мало кто так делает, но так тоже можно делать. Просто можно представить себе количество людей, с которыми вы знакомитесь вообще в течение месяца. Это огромное количество, огромная цепочка людей, которых нужно использовать для продвижения своего Телеграм-канала. Вот, и в целом рассказывать о своем Телеграм-канале везде. Да, если вы выступаете с какой-то лекцией, с каким-то вебинаром, расскажите, что у вас есть Телеграм-канал. Я не знаю, если вы выступаете оффлайн, там можно вообще сгенерить QR-коды, куда человек может вот так направить телефон и сразу подписаться. То есть оффлайн возможностей тоже очень много. Ну, и было такое, что как-то в один день подписались 11 человек, и я не понимала, откуда они взялись. Потому что моя статистика говорила, что никто меня не репостнул, никто бы мне ничего не написал. Я не понимала, откуда эти люди взялись. Тогда мне потом коллега рассказал, что он выступил на каком-то вебинаре, и в конце порекомендовал блоги и Телеграм-каналы, которые будут полезны редакторам, журналистам. И вот он порекомендовал, получается, мой Телеграм-канал, и так люди подписались. Такое тоже бывает. Нужно учитывать все-все-все возможности для продвижения своего канала. Вот. Ну, последнее. Ну, конечно, всегда можно купить рекламу в Телеграм-канале. Вы просто составляете список я не знаю, каналов, которые вам подходят по контенту. Видите, что аудитория нормально воспримет рекламу о вас. Вы просто идете, находите в описании профиля контакт человека. Зачастую у больших Телеграм-каналов у них уже есть медиакит, и, скорее всего, он уже прописан в описании. Можно ознакомиться с ценами, с условиями размещения, и просто купить, договориться, написать пост о себе. Это тоже как бы большой источник трафика. Вот. Ну, и таргетированную рекламу тоже можно делать. То есть таргетироваться там в моем случае. Я не использовала таргетированную рекламу, но я видела очень-очень много примеров, когда видела сторизы с ними. Вы тоже можете попробовать такой способ продвижения. Алима, тут вопрос. Мне кажется, к предыдущему слайду сразу относится. Что вы думаете о конкурсах, розыгрышах в Телеграме в качестве инструмента для привлечения подписчиков? Анастасия Маркова, вы уже проговорили чуть-чуть про запуск конкурсов, но, может быть, что-то еще добавить? Можно еще раз вопрос прочитать? Пожалуйста. Что вы думаете о конкурсах слайш-розыгрышах в Телеграме как инструмента для привлечения подписчиков? Хорошо, но хорошо, если они в меру. То есть, если вы каждый месяц запускаете конкурсы, аудитория подумает, ну, типа, классно, дарит подарки, что-то еще, на примере Инстаграма, когда мы видим очень много гивов, всяких конкурсов, то это немножко снижает доверие и впоследствии вашу репутацию. Лучше делать это в меру, очень редко, но метко. Вот. Но в целом, если говорить, сравнивать с другими платформами, все-таки от конкурсов в Телеграме приходит наиболее качественная аудитория, чем в том же Фейсбуке и Инстаграме. Поэтому, чем детальнее вы продумаете все вот эти пути вашего читателя, чем грамотнее вы продумаете, что это будет, как вы будете мотивировать человека, то тем лучше. то есть, поскольку аудитория Телеграма это такие прогрессивные, умные, интеллигентные люди, классно, если вы придумаете что-нибудь такое не банальное, да. Например, я запускала конкурс на отзыв о своем подкасте. Там по условиям человеку нужно было написать отзыв не просто в социальных сетях, ему нужно было пойти в подкаст платформы и оставить там отзыв, то есть, там написать. И среди них я выбрала троих победителей, каждый из которых получил книгу Ясно-понятно, я очень люблю эту книгу, и как бы и аудитории подходил этот подарок, да, и относительно новая книга, поэтому это сработало, я думаю. То есть, работает, да, но в меру и очень вдумчиво подходить к условиям конкурса. Спасибо большое. Ксения просит повторить еще раз про, что такое таргет реклама в Инстаграме, так как в это время у нее интернет зависит. Можно очень кратко повторить, чтобы... Да, если кратко, например, когда вы листаете сторизы в Инстаграме, то выходят рекламные посты с пометкой реклама. Это и есть таргетированная реклама. Вот. Он запускается через личный кабинет в Фейсбуке, настраиваете, платите деньги, запускаете рекламные объявления, это все делается там, поскольку Инстаграм и Фейсбук это одно юридическое лицо. Спасибо. Тут есть еще вопросы, но я предлагаю вам пару слайдов у вас осталось еще рассказать и потом перейти к вопросам, потому что они требуют интересных вопросов. Хорошо. Ну и важная мысль системность и списки наше все, потому что например, как получает охват в Инстаграме, да, кто-то сжег попыты, попыты, извините, такие игрушки цветные и получил невероятно большой охват в Инстаграме, да, тысячи комментариев, тысячи репостов, просто нереальное количество охвата, то есть такой хайп и столько человек подписалось, невероятное количество людей подписалось на этого недоблогера и это работает, к сожалению, это работает в Инстаграме, это работает в Фейсбуке, но я хорошая черта Телеграма в том, что здесь хайповать не получится, потому что здесь другая аудитория, поэтому нужно не пытаться как-то кичиться яркими постами, да, то есть не нужно стараться какие-то хайповые вещи делать, нужно стараться делать классный, полезный, качественный контент, но всегда, то есть каждый день, то есть системно работать, системно наращивать количество подписчиков, системно развивать свой канал, то есть это вас спасет, это вот как бы следуйте контент-плану, следуйте вашему графику и сверяйтесь с тем, что вы написали в самом начале чего я хочу дальше, как развивать, ну здесь уже немножко короче, когда у вас уже есть я не знаю энное количество подписчиков, в которых вы считаете типа о, мой телеграм-канал состоялся, да, вот сейчас даже если у меня всего 1900 подписчиков, я считаю, что мой телеграм-канал состоялся, потому что, ну извините, его читают такие люди, что, ну, как подписчики очень дорого стоит, да, вот, ну вот, у каждого автора телеграм-канала свое понятие у него получилось, вы это почувствуете, вы почувствуете, вам это придет, и вот когда вы готовы, уже, когда системы уже налажены, когда у вас есть контент-план, когда вы знаете, что вы пишете, о чем вы пишете, кто ваш читатель, когда все это на месте, уже можно переходить к развитию вашего телеграм-канала, что можно сделать, вот у вас есть условно какой-нибудь телеграм-канал на 3000 подписчиков, да, первое, что можно начать, это создать медиакит, это такой документ в Notion, я очень люблю Notion, такой сервис для заметок, но вы можете даже в Google Доке сделать, вообще в любом месте, расписать стоимость вашей рекламы, да, сколько стоит у вас пост, написать, определить цену, что еще пишут в медиаките, что вы не рекламируете, да, многие пишут, что они не рекламируют там, не знаю, букмекерские конторы, не рекламируют активности политических объединений каких-то, не рекламируют что-то касательно табака, алкоголя и прочих вещей, то есть исходя из ваших принципов и ваших ценностей, вы все это условия прописываете в медиаките. Что еще там пишут? Обычно пишут сколько, ну, то есть удаляется ли пост через определенное время или нет, то есть всегда ли будет пост стоять, можно, сейчас немножко хаотично будет, я немножко успокоюсь, да, то есть будете ли вы убирать пост из своей ленты или нет, то есть некоторые могут указать, типа, через неделю пост удаляется, да, если вы не хотите, чтобы через неделю пост удалялся, пожалуйста, доплатите там 500 рублей, типа такого, то есть дополнительные какие-то услуги к вашей рекламе тоже можно прописать, можно также прописать виды и форматы постов, которые вы публикуете, например, у меня реклама телеграм-канала стоит 10 тысяч тенге, да, но у меня есть список категории каких-то каналов, которых я не рекламирую, это тоже вы прописываете, если это какие-то мероприятия, то здесь уже другая цена в моем случае, да, если это вакансии, то другая цена, все, все, все форматы ваших постов и условия их размещения, включая цены, контактные данные, как оплачивать, да, на карточку, наличными или PayPal, все, все вы пишете MediaKit. Понятно, что такое MediaKit? Поставьте плюсик, пожалуйста. Хорошо, идем дальше. После того, как вы сделали MediaKit, можно создать свой стикер-пак. Что такое стикер, да, вы все, наверное, пользуетесь стикерами, да, то есть какие-то отправляете в личных переписках, но такой стикер-пак можно создать и от имени своего канала, да, сейчас, например, к юбилею своего телеграм-канала я готовлю свой стикер-пак, где будут различные прикольные слова из журналистики, да, блин, что-то примеры в голову не приходят, ладно, то есть это тоже один из способов развития, люди будут видеть название вашего телеграм-канала в этом стикер-паке, он будет расходиться по личным сообщениям, будет скачивание, и это тоже хорошо. Можно вообще, если у вас хватает ресурсов, времени, денег, можно вообще придумать мерч, придумать, я не знаю, блокнотики, там, футболки, худи, все что угодно с названием вашего телеграм-канала, это тоже можно, тоже один из способов развития, вот, после того, как я через полгода, или через год, через, да, через год, не, да, простите, через год, как я создала телеграм-канал, я запустила подкаст, да, это было таким логическим продолжением моего телеграм-канала, вы тоже можете запустить свой подкаст, когда у вас уже будет определенная собранная аудитория, вот, можно запустить вообще свой блог на внешней платформе, да, не свой портфолио, сайт, как у Ильяхова, что еще, можно вообще книгу написать, тоже, я знаю, несколько российских редакторов, которые настолько развили свои телеграм-каналы, что у них настолько много контента собралось, что они все это взяли и оформили в книгу, это тоже можно делать, когда вы поймете, что вы готовы, вот, можно, с недавних пор в телеграме появилась возможность проводить голосовые эфиры, да, вы можете приглашать каких-то звездных экспертов из вашей сферы, да, если вы, например, оператор или режиссер, вы можете каких-то звездных режиссеров приглашать в свой телеграм-канал поговорить про что-то, это тоже один из способов развития. И последнее, поскольку я сотрудник Яндекс.Кью, я не могла это добавить, кросс-постинг в Яндекс.Кью. Яндекс.Кью это очень такой молодой сервис в экосистеме Яндекса, там строятся экспертные сообщества как раз-таки, и вы можете интегрировать кросс-постинг, то есть интегрировать свои посты из телеграма в Яндекс.Кью. Как это работает? Вы через специальный пост настраиваете Давайте я сейчас скину слойку Тук-тук-тук Штука не мешает Папа-папа секунду То есть например есть канал Паша и его про прокрастинация Паша и его прокрастинация Знаете такой канал? Есть такой телеграм-канал Вот и Паша настроил себе кросс-постинг в Яндекс.Кью через бот специальный и все что он публикует в телеграм-канале все что он публикует автоматически появляется вот в таком филиальчике так скажем в сообществе в Яндекс.Кью вот можете увидеть что 16 минут назад сделал новый пост он не пришел ни ручками залил то есть я хочу донести что это кросс-постинг все что вы публикуете в телеграм автоматически идет в ваше сообщество в Яндекс.Кью и это очень легко настроить сейчас я вам скину ссылку как это можно провернуть так ух ты очень интересно да это очень новая фича мы его запустили в Юле вот почему это классно во-первых я говорила что посты в телеграме не индексируются войсковыми системами да но в Яндекс.Кью если вы будете через кросс-постинг постить свои посты в Яндекс.Кью очень круто индексируются все ваши посты то есть это дополнительный способ получить охват некоторые посты у нас набирают до 100 тысяч да это как раз таки если человек гуглит что-то по теме вашего поста он попадает в пост на Кью на ваше сообщество соответственно он видит что это телеграм-канал идет в описании вашего сообщества и подписывается либо просто читает ну почему бы не расширить охват своего поста если есть такая возможность я сейчас в чат кидаю ссылку Тони Самсоновой основательницы про кросс-постинг тут есть подробная инструкция и объяснение зачем это вообще и как это настроить вот так-так-так ну так же еще в Яндекс.Кью если вы заведете свой профиль вот как у меня так здесь вы тоже можете кстати можно сегодня мне пришло уведомление что у меня миллион просмотров в моем профиле Яндекс.Кью вот то есть все что я делаю в Яндекс.Кью все эти мои посты соответственно люди на меня подписываются и тоже видят ссылку на мой профиль когда вы отвечаете на вопросы в Яндекс.Кью в конце выходит такая подпись как бы его показать сейчас нет не могу но суть в том что когда вы отвечаете на вопросы в Кью в конце вашего ответа выходит ссылка на ваш телеграм-канал конечно если вы его поставите это все можно настроить в настройках профиля и прописать себе типа я не знаю у меня написано вот захожу информацию у меня есть такая подпись приходите почитать мой телеграм-канал о медиа и коммуникациях и ссылка то есть всякий раз когда я отвечаю на какой-либо вопрос по моей теме в Яндекс.Кью люди видят под этим ответом ссылку на мой телеграм-канал и призыв подписаться с этим надеюсь все понятно так идем идем дальше распостим все и очень коротко покажу 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 как это выглядит взаимный пиар я рассказывала про это когда я обращаюсь к человеку за взаимным пиаром я просто представляюсь вот пример есть на экране если кто слушает фон посмотрите вот я говорю что здравствуйте меня зовут Алима Пардашева я журналист я веду телеграм-канал про то-то про то-то хочу предложить вам сделать взаимный пиар да и я еще прописываю сколько человек в среднем приходит от меня чтобы человек имел представление какую выводу он получит от сотрудничества со мной вот и еще я прописываю что например текст о моем канале уже готов если вы согласны присылайте свой текст о своем канале и мы назначим время когда вы делаете взаимный пиар очень важно не делать не запускать оба поста в один день то есть если грубо говоря если я делаю взаимный пиар с Айсаной пусть Айсана делает в среду а я про нее пишу в четверг вот надеюсь так понятно ну и во втором как бы пример поста в моем канале такой некий рекламный пост где я пишу что это за канал ну информацию об авторе да что я журналист что я веду подкаст коллеги Пардашьян и третий абзац про то что что ждет читателя от этого канала и в конце колл туэкшен в виде ссылки рекомендуем подписаться да то есть текст о своем канале вы пишите сами и присылайте человеку который согласился сделать с вами взаимный пиар если это если коротко вот но я думаю Жасгуль поделится ссылкой на вот эту презентацию можете как бы на примере тоже попробовать написать свои письма и текст о своем канале да обязательно я поделюсь презентацией плюс еще заметочки сделаю как обычно и в принципе я думаю вы можете даже делиться в чате нашего сообщества Алима по мере возможностей ну и плюс все другие наши коллеги участники сообщества будем комментировать если хотите да что нам понятно чего нам хватило то есть вы можете использовать чат в качестве такой претеста да вашего описания я не знаю названия и так далее вот мы можем переходить к вопросам да я закончила если у вас есть вопросы вы можете прийти ко мне в телеграм написать у меня ник Апардашева я есть в инстаграме я есть в фейсбуке добавляйтесь давайте дружить ну и подписывайтесь на мой телеграм канал если вы еще не обязательно ну ваш телеграм канал в принципе даже в моих рекомендациях в чек-листах вот для преподавателей вузов есть всегда вот Юля задала интересный вопрос она спрашивает портят ли визуально посты на канале да пометка изменено вот когда мы не дачим посты нет ну то есть я вообще вечерний твиттер я пишу просто как у меня вот так вот льется водой да все мысли я допускаю ошибки изменяю это ничего страшного нет в принципе я тоже не замечала что я прям сильно на это внимание обращаю интересно послушать как вы обращаете ли на это внимание или нет другой вопрос Даниар спрашивает можно ли озвучить пару советов о развитии экспертности если вкратце да это чуть-чуть конечно не прям про телеграм но тем не менее вы про это затронули да делать сложную работу ответственно вот то есть мне всего 23 но как бы я нахожусь здесь и занимаюсь тем чем занимаюсь мне кажется просто потому что я никогда не была довольна той работой которую я получала то есть я всегда просила больше работы и старалась сдать это вовремя и сделать это круче намного круче если вы готовы если у вас есть ресурсы на то чтобы сделать любую вообще работу все что вы делаете круче чем от вас просят это всегда к росту это всегда к развитию вашей экспертности ну и если из таких банальных советов нужно читать больше экспертных исследований по вашей теме больше книг да хороших от других экспертов нужно учиться ну и как-то стараться окружать себя людьми которые покруче вас они всегда подскажут вам что вы делаете не так или подскажут как вам лучше делать какие-то вещи вот ну и никогда не бойтесь спрашивать совета или давать оценить вашу работу другим экспертам как-то так спасибо большое нарезат спрашивает можете показать как добавить комментарии под публикации ну как открыть для своей аудитории а у меня был вопрос вот про чат вообще обязательно ли подключать чаты каналу да на каком этапе их лучше подключать и можете ли вы я не знаю продемонстрировать наверное экраны вкратце показать где-то год я не знаю я комментарии к своему телеграм-каналу подключила очень-очень недавно чисто потому что я не была готова у меня не было времени чтобы отвечать на эти комментарии да не нужно подключать комментарии чтобы просто были комментарии всегда нужно на все входящие отвечать так вы взращиваете лояльную аудиторию да поэтому если вы готовы на них отвечать если вы готовы получать какашки в вашу сторону если будут какие-то хейтеры пожалуйста можно это сделать сделать это очень просто вам нужно завести сейчас давайте покажу видно или нет не видно еще не видно сейчас пожалуйста решили ага вот смотрите для того чтобы у вас появились комментарии вам нужно завести чат то есть вы выбираете новая группа называете его там болталка например да и добавляете людей можно себя добавить я обычно делаю вот создали группу вот идете в свой телеграм-канал и в настройках проходите в настройки добавляете вот надеюсь видно когда вы нажимаете на после того как вы создали группу и нажимаете на edit channel то вот во втором есть discussion обсуждение и вы можете туда добавить ту самую группу которую вы создали и ну как бы у вас высветится штука подтвердить вы подтверждаете и все как бы вот мой моя группа мой чат который я создала и все все комментарии которые мне пишут люди приходят вот сюда по сути это обычный такой же чат чат группа как и все остальные которые создаются вы просто прикручиваете это через настройки своего канала понятно объяснила ну Резат пожалуйста дайте знать все ли понятно если что мы потом можем скрин в принципе снять и я попробую тоже скинуть в группу у нас есть вопрос давайте уточним вот для Ксении она оказывается имела в виду что такое таргет в телеграме мне кажется таргетов телеграме нет я имела в виду через инстаграм и фейсбук ну то есть можно создавать какой-нибудь сторис сделать написать здесь собирается в этом телеграм-канале собирается тусовка экологов и ссылка и вот это запустить на таргетированную рекламу в сторис например и так тоже можно получать охват из инстаграма спасибо Сауля спрашивает как успеваете есть ли ассистент и как быть с этим у меня был ассистент где-то 3 месяца в прошлом году но она сейчас устроилась в чоков фэмили и у нее все классно и без меня вот как я успеваю но не знаю как-то очень как-то забавный вопрос да я не успеваю на самом деле я много не успеваю это я пропала не успеваю писать посты не успеваю делать свою работу да спасибо так слышно да слышно скажите пожалуйста что нужен хороший тайм-менеджмент просто записывать и заносить в календарь все что у вас есть ну типа вот сегодня вебинар на вчера что мне нужно сделать презентацию ставлю на сегодня напоминание что у меня выступление если это пост если это рекламные посты я тоже их заношу в календаре и говорю что ну пишу что в такой-то день выходит такой-то рекламный канал не знаю просто вопрос тайм-менеджмента и вопрос приоритетов ассистента у меня сейчас нет и не нужен я так думаю окей расскажите пожалуйста пока мы ждем вопросы коллеги если есть вопросы еще задавайте я думаю еще минут 5-10 мы можем пообщаться у меня был вопрос по длине сообщений если рекомендованная длина сообщений в целом чем короче тем же лучше но чаще например в телеграм-каналах которые я читаю всегда такие очень длинные сообщения если у вас рекомендации опыта ну я всегда руководствуюсь принципом что всегда короче это лучше то есть если вы можете уместить свою мысль в свой мессендж в один абзац пожалуйста напишите один абзац этого будет достаточно но если вы чувствуете что то что вы пишете да ваши слова ваши предложения важно и интересно то не имеет значения какой там объем то есть кому будет интересно если это действительно ценная информация не просто там простыня текста для того чтобы просто написать много когда действительно каждая единица текста в виде слов и абзац имеет ценность тогда его будут читать сколько вы много не писали просто нужно понимать и адекватно оценивать ну то есть когда я монтирую подкаст тот же подход могу ли я если я выкину это слово это предложение или этот абзац не потеряется ли нить повествования да не потеряется ли смысл вообще это важно ли это знать человеку да если я чувствую что нет это не важно и нить не потеряется то все все что можно выкинуть всегда нужно выкидывать вот как-то так спасибо большое так есть ли у кого-нибудь еще вопросы ну и всегда можно же варьировать то есть можно один пост сделать коротким один пост большим один ну то есть варьировать так что у вас уходят гигантские посты каждый пост то есть можно варьировать вообще с фотографиями да какой-то пост какой-то без в телеграме вообще есть опросы можно проводить да перед тем как вы например перед тем как выступить я бы могла спросить через опрос есть ли у вас телеграм-каналы да или ведете ли вы телеграм-каналы ну то есть разные форматы их можно использовать мы как раз проводили опрос у нас в чате может вы видели о том что у кого есть кто планирует и где-то в общем вообще в целом потому что кому что нравится в работе 83 процента ну около 50 человек нам ответили сказали что телеграм где-то 10 процентов пользуются ватсапом вот и 4 процента чем-то другим в работе в целом вот а по поводу телеграм-канала да в форме заявки было бы хотите создать и очень многие хотели бы создать ну тогда наверное Алима смотрите мы в принципе идем к завершению у меня очень важный такой вопрос ну не знаю важный для меня я думаю что для коллег тоже по поводу выгорания что делать где находить вот это второе дыхание ведь бывает за периоды когда хочется бросить закрыть канал удалить канал и так далее пару советов пережитого опыта пожалуйста ага ой у меня очень большой опыт с этим нисколько выгорания наверное вообще я алкоголик и как бы я часто пью и когда выпиваю мне всегда хочется какие-нибудь личные вещи написать в телеграм-канале и всегда выходило так что я пишу рефлексируя всяких вещах и люди которые это читали соответственно они просто пачками удалялись уходили из канала потом я просто создала дополнительный второй канал специально для таких случаев когда мне захочется что-нибудь такое вбросить и мне полегчало по поводу хочется закрыть у меня никогда такой мысли не стояло потому что я уже говорила что я от телеграм-канала получаю очень много хорошего и соответственно будет обидно если мне захочется его забросить нет но у меня были моменты когда я просто элементарно не успевала писать посты или просто мне было нечего сказать такое тоже бывает и не нужно думать что вам постоянно нужно что-то писать да так но это про системность если говорить а если про смыслы то не создавайте постов для постов если вам если вы устали если вам нечего сказать или в целом душа не лежит запостить то что хочется просто не надо этого делать вот и все простой очень рецепт не постить если не хочется не вести если не хочется и просто предупредить там написать например что ребята я ухожу в отпуск канал будет поставать две недели или там месяц типа не отписывайтесь я вернусь и все будет хорошо или вариант что если совсем у вас нет времени или нет желания вести то всегда можно прибегнуть к репостам репостить релевантный контент например в прошлом году когда я была в отпуске у меня вообще не было возможности писать вдумчивые посты я просто писала очень короткие посты из одного двух предложений либо репостила такой релевантный контент касательно журналистики медиа это тоже выход вот лучше дать себя отдохнуть чем из-под палки заставлять себя писать это очень чувствуется аудитория это чувствует что вы делаете что-то не по душе и наоборот если хочется что о чем-то очень написать у меня бывает такое ну то есть я понимаю что у меня экспертный контент что вот у меня сидят всякие редакторы моя шифиня там сидит читает меня но если мне что-то очень не терпится запостить даже если по контент плану по концепту не подходит но все равно если есть душевная потребность сделать это нужно делать спасибо есть ли вопросы коллеги вообще дайте пожалуйста реакции как вам вообще встреча там я не знаю короткими словами там если было супер плюсики поставьте что не понравилось в общем дайте какие-нибудь реакции Лима если хотите ну финально как-то подытожить что-то сказать в целом давайте потихоньку ну завершать наш эфир да спецпредложение для 21 участника я хотела сказать что я хочу протестировать менторскую программу то есть взять трех авторов телеграм-каналов которые либо уже ведут либо собираются вести взять их под менторство и то есть что это значит я буду помогать вам настраивать боты в телеграме я буду помогать вам оформлять и посты и сам аккаунт ну и буду читать и возможно давать рекомендации по вашим постам и помогать с редактурой и это на три месяца и это стоит если кто-то хочет под моим менторством ввести или завести свой телеграм-канал пожалуйста напишите мне в личке я сейчас оставлю свой контакт буду рада с вами